Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу. Дом князя Абамилек Лазарева, Мойка 23. Построен в 1913-14 годах выдающимся архитектором Иваном Александровичем Фоминым, русским и советским архитектором, преподавателем, историком архитектуры. Он построен для миллионера князя Семена Семеновича Абамилек Лазарева. Князь Семен Семенович Абамилек Лазарев, кстати, встречается на написании фамилии как Абамилик Лазарев. Крупно-российский промышленник конца 19-го, начала 20-го века, я цитирую Википедию, был владельцем Чермосского частновладельческого горнозаводского округа, наследник и последний представитель промышленного рода Лазаревых и князей Абамилек Лазаревых. К началу Первой мировой войны один из богатейших людей России. Почетный опекун Лазаревского института восточных языков, председатель Совета Московских Армянских Церквей, шталмейстер двора, археолог-любитель, автор многочисленных сочинений на самые различные темы. Родился в семье князя Семена Давыдовича Абамилека, представителя аристократического армянского рота и княгине Елизаветы Христофоровны Абамилек в девичестве Лазаревой. В 1872-1877 годах учился в гимназии при Санкт-Петербургском историческо-филологическом институте. Закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата. Совершил вместе с художником Поленовым и профессором Праховым свое путешествие по странам в Средиземноморье. Во время поездки в Сирию на раскопках Пальмира нашел мраморную плиту с надписью на греческом и арамейских языках, содержащую таможенный тариф 137-й год нашей эры. Эта плита с надписью сыграла большую роль в исследовании арамейского языка. За это открытие одна из пяти Академий Института Франции признала Абамилек Лазарева своим адъюнктом. В 1884-го издал по результатам раскопок роскошно оформленную книгу Пальмира, зачисленную на службу Министерства народного просвещения. В 1884 году сосредоточился на управлении бизнесом. После смерти отца стал руководителем принадлежавшим матери пермского имения Черморского, частного одельческого горнозаводского округа. Абамилек Лазарев лично и активно управлял огромным комплексом предприятии. До самой смерти жили в основном в Санкт-Петербурге и Италии. С 30 августа 1893 года в должности шталмейстера. Шталмейстер – главный придворный конюшен в чине третьего класса, собственно, для лиц состоявших при придворной конюшне. С января 1895 года член Горного совета, коллегий при Горном департаменте министерства финансов. Действительный статский советник с 1898 года. Женился на Марии Павловне Демидовой, известной под именем Маина, княжне Сандоната, в представительности другого известного уральского горнозаводского рода дочери Павла Ипавловича Демидова, князя Сандоната. Брак был бездетным. В 1904 году наследовал от матери все ее огромное состояние. С 1905 года имел должность тайный советник. С 1116-го скоропостижно скончался в Кисловодске. Похоронен в семейном скрепе на Смоленском армянском кладбище Санкт-Петербурга. Много о нем здесь написано, о его делах. Кстати, он автор книг как по специальным вопросам горного дела, так и налоговложения в данной сфере. Им был учрежден Романовский кубок – приз за авиационный перелет из Санкт-Петербурга в Москву. По его завещанию вилла в Риме и доходы от заграничных ценных бумаг передавались по жизненной пользы на его жене. После ее смерти вилла должна быть передана Академия художеств от дохода от капитала на устройство медико-санитарных пунктов в Крапиринском уезде Тульской губернии. В 1930-е годы часть надгробий Воскресенской церкви армянского кладбища была перенесена в Благовеченскую усыпальницу Александра Невской Лавры, в том числе и некоторые надгробия Лазаревых. А все остальные захоронения, в том числе князя Амбелек Лазарева, были уничтожены. Это было в 1930-е годы, но время было такое. В 1644 году власти Италии конфискуют виллу вдовы Амбелек Лазаревой и компенсируют ее стоимость в целях общественной пользы и декретом временного главы Итальянской республики, передана в собственность Советскому Союзу. Но обещанной компенсации вдова так и не видела. К слову, Ватикан, пытаясь расшириться, не раз предлагал советским властям выкупить у них виллу. Ответ был неизменен. Дарование не продается. Ныне в вилле Амбелек Лазарева размещена резиденция посла России в Италии. Там же установлен памятник князю, сооруженный на добровольные пожертвования армянской диаспоры Рима. Вот так вкратце о Амбелек Лазареве и о доме на Мойке-23. Дом, который был построен для него, для миллионера, князя Семена Семеновича Амбелек Лазарева. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Пока-пока. Что-то новое узнали. Субтитры создавал DimaTorzok